МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! С вами Дмитрий Книга и новости Ленинского района. Смотрите сегодня в нашем выпуске. Серебро наше. Выступление российских пловцов на чемпионате мира. АПЛОДИСМЕНТЫ Как проходит комплексное благоустройство вокруг кинотеатра «Искра»? Контролерный ход выполнения работ. Объем очень большой, сроки очень сжатые. В муниципалитете отметили День Металлурга. Первые слова, конечно, благодарность хочу выразить ветеранам, которые здесь находятся. Начнем со спортивной новости. Чемпионат мира по водным видам спорта в корейском городе Кваньчжу собрал лучших пловцов со всей планеты. Первое важное состязание, в котором участвовал наш земляк Евгений Рылов, эстафета 4 по 100 метров вольным стилем состоялась 21 июля. Российские пловцы Владислав Гринев, Владимир Морозов, Климент Колесников и Евгений Рылов завоевали серебро. А первыми в финальном заплыве с результатом 3 минуты 9,06 секунды стали представители США. Россияне уступили им 0,91 секунды. Бронзовая награда досталась австралийцам, показавшим результат 3 минуты 11,22 секунды. Комплексное благоустройство возле кинотеатра «Искра» идет полным ходом. За выполнением всех работ точно в срок следят представители штаба, который собирается несколько раз в неделю. На какой стадии строительства находится объект, узнала наша съемочная группа. В заседании и обход по объекту представители штаба по созданию новой комфортной среды вокруг кинотеатра «Искра» проводят два раза в неделю, по средам и субботам. На таких собраниях коллегиально решается множество вопросов, а количество встреч обусловлено высоким темпом строительства. Контролерный ход выполнения работ объем очень большой, сроки очень сжаты. На сегодняшний день практически все демонтажные работы уже подходят к самому концу. Все приступают по отдельным видам работ к монтажу. То есть в ближайшее время, на следующей неделе, надеюсь, уже увидим по этим вопросам динамику. Ну и первоочередные технические вопросы, которые возникают, соответственно, авторским надзором, техническим заказчикам все эти вопросы будут сниматься и контролироваться на постоянной основе. Василий Борисенко – коренной житель Видного. В юности не расставался с BMX, поэтому посвятил свою жизнь созданию площадок для любителей скейтборда и самоката. Вот и в родном городе теперь появится скейтпарк, построенный под его руководством. По словам Василия, памп-трек практически готов, а вот строительство всей зоны для райдеров завершится в конце августа. Продуманы все траектории, все кочки, все виражи и так далее. Но, естественно, когда ты строишь своими руками для себя, это получается на самом высоком уровне. Я думаю, райдеры Видном оценят. Появятся и другие интересные объекты, где местные жители смогут провести активно свободное время или отдохнуть. Пока, правда, благоустроительные работы доставляют видновчанам некоторые неудобства. Одной из важных задач для строителей является освобождение пешеходной зоны по периметру объекта. Через неделю вновь будет доступна дорожка на Советской улице. Ну а в целом, к концу октября в Видном появится новая благоустроенная зона отдыха. Арсений Рогозянский, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ. Субботник по уборке территории береговой зоны реки Пахра собрал неравнодушных людей, живущих в горках Ленинских. Наш мобильный репортер тоже проснулся с утра пораньше, чтобы с помощью видеокартинки рассказать о том, как прошло мероприятие. Отдыхать на природе любят многие, но после навести за собой порядок очень часто забывают. Участники субботника рассредоточились по группам, прошли по берегу реки и старательно убрали весь скопившийся мусор. Всего в большой уборке приняли участие порядка 50 человек. Вместе они убрали 2,5 гектара территории, собрав 9,5 кубометров мусора. Следующий субботник состоится 27 июля в деревне Дрожжино. В этом году Ленинский район будет праздновать свое 90-летие. К этой дате руководство муниципалитета выпустило памятные медали, которыми награждают людей, внесших значительный вклад в жизнь муниципалитета. Заместитель главы администрации Ленинского района Александр Усков вручил медали работникам муниципального бюджетного учреждения «Дорсервис». Награждение представителей трудовых коллективов предприятий Ленинского района уже стало доброй традицией на территории муниципалитета. В «Дорсервисе», куда приехал заместитель главы администрации Ленинского района Александр Усков, трудится более 500 человек. В структуру предприятия входит несколько подразделений, которые обеспечивают управление сетью автодорог местного значения и поддержание в чистоте и порядке территории всего района. По вступительной речи заместитель главы администрации отметил важную роль, которую предприятие играет в жизни района. Очень приятно по поручению Валерия Николаевича находиться в таких крупных коллективах, как ваш. Сегодня, пожалуй, коллектива большего, чем «Дорсервис» нет. И мы с уверенностью можем сказать, что у вас прошло будущее, как у организации, с теми планами, которые ставит перед нами глава, теми планами, которые ставит перед нами губернатор Московской области. Безусловно, мы идем вперед, и это касается и содержания дворовых территорий, и наших дорог муниципальных. 30 работников МБУ «Дорсервис» были в этот день награждены памятными медалями. Объем работ, выполняемых предприятием, довольно широк. 270 километров автодорог, почти 330 тысяч квадратных метров внутриквартальных проездов и парковочных карманов, 285 детских и спортивных площадок, а также более 530 квадратных метров озеленения. Когда весь коллектив работает вот так дружно, это говорит о том, что действительно все заслуживают этой награды, и мы эти награждения будем продолжать, в том числе и вашим коллективом. Максим Козлов, Александр Будников, Сергей Ларин. Видное ТВ. Традиционно в 3-е воскресенье июля в России отмечается День Металлурга. Накануне праздника в детской школе искусств состоялось чествование работников Московского коксогазового завода. Продолжение темы в нашем сюжете. Для Ленинского района День Металлурга – праздник особенный, ведь судьба муниципалитета неразрывно связана с Московским коксогазовым заводом, а город Видное появился именно благодаря этому предприятию. На торжественные мероприятия в детской школе искусств собрались сотрудники и ветераны Москокса. В холле на стендах можно было увидеть фотографии, рассказывающие об истории завода. С 2007 года электромонтером по ремонту и обслуживанию коксовых печей на предприятии трудится Ян Харьковский. Непосредственно мой коллектив, который меня окружает, довольно-таки положительные, приятные люди, с которыми я долго работаю, и мне это очень интересно. Среди тех, кто пришел на праздник, были сотрудники, которые работают на заводе уже несколько десятилетий. И сейчас передают опыт молодым, как, например, Виктор Нарышкин, впервые переступивший порог Москокса в 1982 году. В основном я занимаюсь ремонтом всего оборудования, которое у нас есть на заводе. Ну, работа интересная, очень интересная. И сейчас молодые специалисты приходят, но они грамотные в компьютерном, а вот в технике они еще слабоваты. С профессиональным праздником собравшихся в зале поздравил заместитель главы администрации муниципалитета Алексей Селезнев. Мы не можем не вспомнить замечательного, выдающегося директора, героя социалистического труда, почетного гражданина нашего района Павла Федоровича Граевского. Поэтому я... Спасибо большое. Первые слова, конечно, благодарность хочу выразить ветеранам, которые здесь находятся и которые внесли вот этот огромный вклад и в развитие завода, и в развитие города Видное. Лучших сотрудников в честь Дня Металлурга наградили почетными грамотами и памятными подарками. Концертные номера чередовались с поздравлениями от руководителей предприятия. Крепкого счастья вам, здоровья, успехов во всех начинаниях. С праздником! Сейчас московский коксогазовый завод входит в группу компаний «Мечел». Предприятие продолжает развиваться и модернизироваться. Совсем недавно в работу был запущен новый газгольдер, который позволяет регулировать давление газа в системе. Благодаря чему производство завода стало более экологичным. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ. На сегодня это все новости. Всего вам доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова